продолжаем тему лишний человек в русской литературе мы будем говорить об обломове сделаем выводы и немножко вернемся к лермонтову и печорин одним из представителей лишних людей является обломов и даже есть такое выражение обломов щена вообще к этому герою мне кажется относятся негативно и наверное пришло время как-то оценить его и положительные качества но мы не будем отходить от канонов так смотрим потому что мне кажется что образ обломова очень актуален в наше время потому что начинают появляться люди похожие на обломов как шло формирование героя родители чрезмерно его опекали и вообще в детстве запрещали что-либо делать самостоятельно на прежних занятиях мы немного об этом говорили о главе сон обломова там вот идиллия такая созданная специально для илюши единственным досугом родителей обломова являются вкусные обеды и отдых а наука его учили так чтобы ребенок не передруждался и больше отдыхал вообще-то он учился пансионе штольца и когда приезжал домой отдохнуть то родители не хотели его отпускать и как только он чуть заболевал кашлял чихал его оставляли дома ребенок заболел пусть он отдохнет покушает дома а в пансионе если он не выполнял домашних заданий или не справлялся с ними то у него был верный друг андрей штольц который помогал ему и что из этого вышло его отличительные черты он закончил университет начал бы во служить но никак не проявил себя на службе и и очень быстро вышел в отставку он не способен справляться жизненными проблемами особенно в управлении своим имением и к нему предъявляют какие-то судебные иски и с ними он справиться не может пассивность в дружбе и любви это можно видеть и в отношениях со штольцем и в отношениях с ольгой ильинской и бесцельное существование вот на этот раз приводит к ранней смерти героя правда можно сказать что перед смертью его мечта исполнилась он женился на агафьи пшеницыной своей квартирной хозяйки смотря на который он любовался ее ловкими ручками и и локтями снующими готовящими стряпающими убирающими и он на ней женился и у них появился сын обломовщина это душевная апатия отсутствие мотивации и цели в жизни пассивность и нежелание тут должно было быть нежелание что-либо делать все это заложенное в детстве не дает человеку самореализоваться жить полноценной жизнью обрекает его на бесцельное существование и делаем выводы лишний человек это герой с большим потенциалом но никак его не раскрывающий бессмысленно живущий он ищет смысл цель жизни но не находит тут наверное надо отметить влияние времени в котором они жили это было своего рода безвременье когда лучшие люди не могли найти применение своим силам растрачивает себя на развлечения на страсти но не чувствует удовлетворение и я хочу обратить внимание ваши на эти фотографии в 1975 году режиссер анатолий фрос поставил телевизионный спектакль страницы из дневника печорина тогда был очень популярный актер олег даль я его очень любила и хотела бы чтобы он играл в каждом фильме и в гамлете но он играл короле лире шута выдающиеся исполнение этой роли и вот в нескольких страницах печорина играет олег даль человек очень интеллектуальный тонкой нервной организации а грушницкого играет всем известный актер андрей миронов все его воспринимают как комедийного актера потому что он играл бриллиантовой руке и в других фильмах ирина печерникова играла княжну мэри ее мы помним из фильма про школу доживем до понедельника и доктор вернер в исполнении леонида броневого который играл мюллера в 17 мгновениях весны вот такой звездный состав собрался в этом спектакле и они очень интересно показали отношения между героями потому что грушницкий тоже имеет свои положительные качества мы привыкли смотреть на него глазами печорина и видеть в нем какого-то неудачника и фата который можно сказать современными словами все время клеится к нижней мэрии а эфрос показал их другими потому что грушницкий должен быть моложе печорина и он показал так что жизнерадостный молодой полный жизни человек оптимист встретился с холодным скептицизмом печорина и разбился о него как о скалу это я говорю о дуэли между грушницкий и печорин а конечно мире я могу сказать была своего рода лакмусовой бумажкой это испытание героя на любовь печорина достоин он любви этой прекрасной девушки или нет да конечно он как бы играет детские игры с этими молодыми людьми тогда как он чувствует себя гораздо старше и мудрее также как и они ген перед дуэлью с ленским он должен был отказаться от дуэль и здесь печорин зная что неправ и предлагает грушницкому отказаться от дуэль и и вы помните как он проводит лошадь покрытую красивым ковром который не смогли купить княжнами или с матерью но всячески привлекает ее внимание к себе влюбляя ее в себя и сам не проходит испытание любовью это испытание есть во многих романах и онегин тоже не ответил на чувства татьяны и базаров с одинцовой тоже у них не получилось большого красивого чувства здесь мы видим небольшую сцену из этого романа после объяснения княжны мэри спичорин она сидит потупив свои бархатные глаза с длинными ресницами и ее глаза пробегают книгу она читает какую-то книгу но глаза ее пробегает одну и тоже страничку и наверное одну и ту же строчку потому что произошло крушение ее надежда чувство она наверное надеялась на ответ со стороны печорина поэтому вот она сидит в такой горестной позе и напоследок я сказала бы чтобы вы обращали внимание ну и на разные мелочи детали и кроме того чтобы вы смотрели фильмы спектакли их очень много их можно найти и в перечислениях и в ю тубе это очень хороший спектакль и даже можно обратить внимание на роль вернера потому что в книге он другой не такой можно сказать милый и обаятельный как вернер получился у леонида броневого он как бы злой демон печорина его двойник и олицетворение его скептицизма цинизма